Первый канал и компания «Телеформат» представляют Детектив Лукин возвращался в офис после беседы с участником ДТП Пожалуйста, увезите меня от сюда быстрее! А вы меня ни с кем не путаете?! Я вас вообще не знаю! Уведите подальше из соседней улицы Это за вами, говорите? Стой! Стой, зараза! Стой! Обоих порежути! Стой! Не идите подальше, а то он меня убьет. Что ж вы ему сделали-то? Пассажирку Игоря Петровича звали Надеждой, но она была так расстроена, что не могла связно рассказать о своей беде. Лотки бумажные и бутылка с водой. А детектив это вы? Да какой я детектив? Скорее так. Таксист. Ну, куда едем? Отведите меня там, где вы могли бы услышать. Прошу вас, если вы, конечно, можете мне помочь. Ну, если вы мне расскажете, что произошло, или вы хотите, чтобы я сам догадался? Проходите, присаживайтесь. Вот, смотрите, меня подставили. Вы представляете, вчера поговорила с молодым человеком на улице. Мы с ним мило поговорили, а потом в ящике почтовом оказались вот эти фотографии. Да он с вами прям флиртует. Вот и Славка, Славка, муж тоже самое говорит. А он у меня такой ревнивый, вы же видели, чуть не убил. Я же этого хвыща даже не знаю. Похоже, он стриптизер. Ну и о чем вы с ним говорили? О чем, ни о чем он. Подошел, спросил, как пройти к торговому центру, якобы у него свидание с девушкой. Боится, что она его бросит. А вас не смутило, что он чересчур общительный, а? Да нет, конечно, ну что, влюбленный. И как же об этом узнал муж? Так он же и достал ее из почтового ящика. Он когда с работы возвращался. Понимаете, у нас совместный бизнес. Просто я года три назад отошла от дел, ну стала домохозяйкой. У нас магазин и пекарня. Почему? Ну как, Славик любит, чтобы его дома ждали. И чтобы тапочки, и домашняя еда. Ну что раньше, мы вместе домой возвращались, нужно было готовить ужин. Понятно. Ну у вас-то есть версии, кто мог вас так подставить? Конечно, есть. Я сколько раз Славику говорила, он не слышит. Конкуренты. Понимаете, бизнес у нас семейный. Если мы будем разводиться, то бизнес нужно делить. А скорее всего продавать. У нас же денег нет, чтобы выкупить вторую долю. Понятно. И кто же эти ваши конкуренты? Так Лизка Варламова. У нее же тоже пекарня и магазин. Буквально через дом от нас. И уезжать с этой улицы она не собирается. А что я ее понимаю? Аренда небольшая и место замечательное. Значит, вы думаете, что она могла нанять и стриптизера, и фотографа? Да. Понятно. Ну хорошо, попробуем с этим разобраться. Пойдемте, я вас провожу. Аккуратно. Да уж. Сейчас поеду к подруге, а потом к сестре. И хочу домой возвращаться. Может, и правильно. А может, он быстро утешится. Вы не знаете, любовничество у него есть? Ну, как подсказывает мне мой опыт, вот подбрасывать фотографии – это излюбленный способ любовничества. Нет, это исключено. Понимаете, у него проблемы со здоровьем. Мне говорить неудобно. В общем, не по этой части. Думает, что я живу с ним из жалости и не развожусь по этому. Мальчика себе покупаю, по вызову. Ну, а лечиться он не пробовал? Да, я его постоянно посылаю по врачам, а толку ноль. Детей у нас нет. И не предвидится. Понятно. Ну, хорошо, буду вас держать в курсе расследования. До свидания. До свидания. Проводив надежду, Лукин попросил помощников поднять информацию по предпринимательнице Елизавете Варламовой. Так. Елизавета Варламова, 42 года. Несудима, не замужем. Образование средне-специальное. А фотография там есть? Сейчас посмотрим. Она заказывала рекламу магазина в районе газеты. Вот, статья грузится. Жаль, Кустодиев умер. Написал бы еще один портрет Купчихи. Например, Купчиха заказывает стриптизера конкурентам. Ну, а что? Между прочим, женщина при деньгах, одинокая. И вообще, может, все эти бублики просто прикрыть. А на самом деле у нее табун мальчиков по вызову. Ты еще скажи гарем. Вот вы с этим и разбирайтесь. А я буду искать этого юношу в штанах со стразами. В каком глубине он там пляшет? Катя и Федор приехали к дому Елизаветы Варламовой. У меня достаточно ничего с ним нет? Самый раз. Ну, тогда пойду попробую строиться к ней на работу. Елизавета Николаевна? Да. Мне сказали, что вы продавщицу ищите. Возьмите меня. Я? Я никого не ищу. Кто ему сказал? В соседнем магазине из пекарни. Я пришла проситься к ним, а они сказали, что вы ищите. О, гады, еще адрес дали. Извините, вас обманули. Я никого не ищу. Ну, хоть уборщицы возьмите. Мне есть не на что. Девушка, я не благотворительная контора. И вообще я свой магазин продаю. До свидания, девушка. Ой! Чего с тобой-то? Господи! Что, скуру, что ли, вызвать? Ты чего? Ты чего? Нет, извините. Я просто с мужем поругалась и ушла из дома. Мне кушать не на что. Голодная небось, а? Ну, ладно. Что же мне везет-то на вас дуржа и мычных-то, а? Ну, пойдем, супом-то я тебя накормлю. Спасибо большое. Помощница Катя установила скрытую камеру. Видишь, какая шустрая. Уже не манж посижу. Ладно, сейчас я тебя накормлю. И будем тебя трудоустраивать. Я девушка честная. Ну, я и говорю, дура. Была бы умная, сама бы мужика выгнала. У меня где-то здесь есть телефон подруги и служба занятости. Так, у тебя паспорт-то есть? Нет, я его дома забыла. Как она? А что сбежал-то? Бил, что ли? Да две бутылки водки в унитаз слила. Как и не убил только. Молодец. Ладно. Давай. Кушать будешь? Да надоели уже эти пьянки. На работу не пускал. Что жить на его зарплату, эту копеечную, я думала, вы меня устроите. Господи, да куда же я тебя устрою-то, а? Я вот своих девок выгоняю. У одной, между прочим, муж инвалид и ребенок парализованный. Господи. Везет вам. Вы или вы специально всем не помогаете? Да так. Грехи отмаливаю. Понимаешь, один раз не помогла человек, он взял и умер. Зареклась я отказывать людям. Да. Да. Да, жизнь. А вы правда магазин продаете? Правда. Ой, так жалко. Такой хороший магазин. А зачем? А вот это не твое дело. Понятно? Так, ешь давай. Сейчас тебя будем трудоустраивать, поняла? Так, что ж мне везет-то на вас дур таких, а? К детективам обратилась Надежда Короткова, владелица пекарни. Ее семейный бизнес под угрозой. В почтовый ящик бросили пакет с компрометирующими Надежду фотографиями, а супруг Коротковой слишком ревнив и категоричен. Надежда уверена, что это происки Елизаветы Варламовой, хозяйки конкурирующей пекарни. Игорь Лукин объезжал ночные клубы под видом снабженца из частной фирмы. Вопрос жизни и смерти. Понимаете, у нашего главбуха скоро день рождения. Надо ей сделать сюрприз. Она с подругой была вот на таком шоу. Ей очень понравилось. Похоже, это вот ваш антуражик, а? Да, да. Вам к управляющему, он минут через пять подойдет. Ну, вы поймите, ну, это же совсем другая цена будет. Я хотел напрямую договориться с персоналом, но специально приехал пораньше. Нам телефоны сотрудников раздавать не положено. Ну, мало ли что не положено. Ну, вы поймите, девушка, мне очень нужно знать, как его зовут. Зоечка, ну, вы скажите мне его имя. Ну, Зоенька, ну, красавица, ну, вы поймите, это же главбуха, это же святое. Женщина в возрасте. Ну, как его, Эдуард, да? Андре. Ну, то есть, Андрей, вы, ладно, подождите. Вот в общем зале я сейчас телефон вам принесу. Ну, как борщик вкусный? Нормальный борщ. Да и варламба тоже нормальная, другая в дверь захлопнула. Ну, не скажи. Может, она решила напоследок конкурентам нагадить. Ни себе, ни людям. Да, Игорь Петрович. Парня зовут Андрей Озеров. У тебя там ноутбук с собой? Ага. Сейчас, секундочку. Озеров. Ага. Андрей. Ага, Сергеевич. Так. Улица Подводников, дом 4, квартира 26. Не судим, не женат. Прописан в своей квартире 25 лет. Ну, Девчимов, вы проверьте страхи его звонков. Да, я уже собиралась идти к подруге по поводу телефона Елизаветы варламбы. Ну, и Андрей тоже пробьет. А я тогда пасу Елизавету. Да? Хорошо. Понял. И пирожок мне какой-нибудь купи там на обратном пути. Ты сама наелась? Я голодный сижу. Ой, я совсем забрела. Мне Лиза пакет сунула. Что это? А, котлетка и картошка. Ну, неудобно как-то. Ладно, давай сюда. Не пропадать за добро. Кушай, не стесняйся. О, она еще и звонит кому-то. Алло, Андрюш, привет. Ну, я согласна. Давай, осталось только документы подписать. Слушай, а что там с конкурентами-то, а? Ну, вот он на лицо, факт сговора. Алло, Кать, я сейчас чуть котлеткой не подавился. Ты, узнай от своей подруги, Елизавета сейчас кому-то звонила, какому-то Андрею. Это не наш страpezер-то, случайно? Угу, давай. Игорь Петрович приехал к Андрею Озерову, чтобы поговорить. Добрый день. Андрей? Да. Вы кто такой? Я частный детектив, поговорить надо. Сдается, мне у тебя большие проблемы. У меня? Это с чего вы? Сейчас, подождите. Детектив установил в квартире Озерова скрытую камеру. Ну-ка, посмотри. Вот эту женщину знаешь? Нет. Так, я не понял, что вообще происходит? А вот ее муж тебя разыскивает. Убить обещал. Считает, что ты ее любовник. Да вы что? Я ее вообще знать не знаю. Да? А здесь вы так мило беседуете, как будто сто лет знакомы. Послушайте, я вообще ее не помню. Кто это? Скажи мне, кто тебя просил с ней заговорить? Никто меня ничего не просил. Да даже если бы и попросили. Я не понял, что за эта статья, что ли? Да нет, дело, конечно, не уголовное. Только смотри, ведь так тебя могут в другую игру втянуть, а? Втянуть? Пусть втянут. Пойду вон в полицию. И ничьих мужей я не боюсь. Так же давай, валите отсюда. Ну смотри, тебе жить. До свидания. Сказать, что это дорога. Игорь Петрович попросил помощников подъехать к дому Андрея. Ну что, телефон Варламовой пробили? Да. Никаких следов Андрея Озерова. Днем она звонила Андрею Варламову. К своему брату-предпринимателю. Значит, связь с Озеровым мы не выявили, а магазин она продает. У Андрея тоже ее телефонов нет. Хотя звонков много. Так что мне еще часа три пробивать надо. Ну давай, я тем сам займусь. А вы за Андреем наблюдайте, а то я уже засветился. Есть наблюдатель. Катя и Федор вели наблюдение за Андреем. Он приехал к бару, вероятно, навстречу с приятелем. Ты же сказал, свалишь из города на месяц. Да я собирался, Гришан. Такие дела. Угу. Которые по телефону обсуждать нельзя. Ну да. Дела серьезные. Пойдем-ка потолкуем. Пойдем. Так. Пора, пожалуй, и мне кофейку выпить. А я пока фото Григория, шефа, отошлю. Ага. По-русски не понимает, а ты кофе хочет. Yes, you can. Кофе ему сделай. Я так и знал, что на бабки будешь раскручивать. Да иди ты. Это реальный риск. И для тебя, кстати, тоже. Бред. У этой бабы просто муж ревнивый. Побегает, успокоится. Угу. А если ты эту бабу грохнешь потом? А меня менты начнут трепать. Или кто они теперь, понты что ли? Слушай, все. Ты получил 30 штук и вали из города. Валить далеко придется. Этих денег уж точно не хватит. Заработаешь. Тебе что, с задницы негде трясти? Слышь ты, не хами. Что это за баба была? Ты говорил, неизмену надо ее проверить. Мол, падка на мужиков или нет. Так? Не твое дело. Короче, жду два дня. Ты мне платишь 100 штук. А морду от тебя не треснет? Не треснет. Может, той бабы мне больше заплатят. А может, и дело уголовное заведут. На тебя. Вы ребята русская мафия? Пошел ты. Лукин созвонился с Надеждой. Она немедленно приехала в офис. Да вернусь. Когда следствие закончится. Понятно. Извините, пожалуйста. Да, Катя. Алло, Игорь Петрович. Ну, мне Федя смс-ку прислал. Пишет, что Андрей вымогал деньги у какого-то Григория. Они разошлись. Может, просто следи за этим парнем? Ну, действуй. Андрей этот никуда не денется. Посмотрите, мои помощники прислали мне фотографию заказчика. Я так и знала, что меня подставили. Ну-ка, дайте. Я же его знаю. Это он? Он заказал стриптизера? Да. А это ваш знакомый? Поклонник ваш? А я вначале думала, что это мой муж его заказал. Надежда, здравствуйте. Вы меня не знаете, а я знаю вас все. Я живу в доме напротив. В таком случае вы должны знать, что у меня есть муж, и набрасываться на меня на улицу не стоит. А где на вас стоит набрасываться? Знаете что? Уходите. А то я полицию вызову. Ну, я же не хотел ничего плохого. Я просто хотел выразить свое восхищение и уважение. Всего доброго. Ну, могли бы вы хотя бы принять цветы от меня? Спасибо. Нет. Что тут происходит, а? Это что, твой любовник? Да хватит в окна смотреть. Я его не знаю. Он сосед какой-то. Сосед, да? Сосед. Слушай, сосед. Ты что, в травматологию захочешь? Что, что, ой, уходу уже, господи. А ты чего вырядилась? Чего вырядилась? Да имей шею надо в окна пялиться. Сколько раз говорила? Да можно. А зачем Вячеславу поцеловать к вам ухажера? Ну, как проверить на вшивость. Провоцирует. Вы ему об этом сказали? Конечно. Мой муж стоял даже на коленях, утверждая, что это не он. Ну, и что же, после этого поклонник исчез? Как бы не так. Еще два раза появлялся. Клялся в любви. Говорил, что влюблен бесконечно. Готов решить все мои проблемы. Даже часы золотые пытался подарить. А может, действительно? Поклонник ваш действует? Ну, хочет вас с мужем развести. Интересно. Что вы думаете? Он сейчас меня перед мужем подставит, а потом прибежит меня успокаивать. Я что, очень похожа на дуру? Да не волнуйтесь вы так. Мы установим личность этого человека. Ну да. И что потом? Он что, совершил что-то противозаконное? Ну, как сказать. Надежда Короткова просит узнать, кто подослал к ней стриптизера Андрея Озерова, а потом сделал компрометирующие фотографии и подбросил их ее мужу. Детективы выясняют, что Озерова использовал в темную некий Григорий Купчин. Надежда узнает его, это мужчина, который настойчиво пытался познакомиться с ней на улице. Помощники детектива вели наблюдение за Григорием. Алло. У нас проблемы. Мне надо подъехать. Не могу по телефону. Да. Это то самое наше дело. И какого ты за мной ходишь? Куда хочу, туда иду, понял? Понял. И дурак! Может, этому стриптизеру помощь нужна? Да нет, оклемается. Нам главное от того кадра не упустить. Катя и Федор довели Григория до дома номер 5 по улице Кузнечной и созвонились с шефом. Ну что, пробил я звонки Андрея. И мне кажется, Григорий, это вот Купчин Григорий Васильевич. Кстати, судим за хранение наркотиков. Будешь еще его звоночки посмотреть бы. Обижаешь, Федор. Уже сделано. Посмотрите, кому он звонил в 13.38. Так, Инга Анатольевна Ильина. Частный предприниматель у меня цех бумажной упаковки. Купил квартиру полгода назад. Да-да, живет в этом доме. Только фотографий ее нигде нет. И по базам она нигде не засветилась. Детективам стало ясно, что Григорий пришел к Инге Ильиной. Сосед нашей клиентки. А какие у него отношения с Ингой? А вот это надо выяснить. Поэтому устанавливаю наблюдение и за ним, и за ней. Через некоторое время Григорий вышел от Инги и отправился в соседний дом и условным стуком постучался в какую-то квартиру. Получив нечто, он вернулся к Инге. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, я ваша новая соседка с 10 этажа. Катя предположила, что Инга, которая купила квартиру полгода назад, не знает всех жильцов в лицо и под благовидным предлогом зашла к ней. А ко мне-то вы почему зашли? Ну, мне соседка сказала, что вы тоже недавно сюда переехали и что у вас тоже были проблемы с трубами и с проводкой. А у нее нет телефонов. Вот, и поэтому я к вам зашла. Ладно, ладно, заходите. Намучились, это точно. Тут все на соплях держалось. Да, я вот папу спрашиваю, ты когда мне квартиру... Воспользовавшись моментом, Катя установила скрытую камеру. И вообще это называется вторичный фонд. Да, дом старый, коммуникации менять пора. Ой, спасибо вам большое. Держите. Спасибо вам огромное. И еще раз извините за беспокойство. Если вам соль или сахар понадобится, то заходите. Спасибо, все есть. До свидания. До свидания. Молодец. Ну-ка, посмотри, что он ей принес. Примного благодарна. И что ты с ним будешь делать? От Андрея избавиться хочу. Нифига себе. Я думал, ты ему подбросить хочешь. Инга, это же частяк неразбодяжный, передоз с одного укола. Это и хорошо. Мало ли стриптизеров по ночам в парке ширяются. Не дури. Давай лучше по своим каналам реализуй. А ты закажешь себе путевку на юг. Найдешь себе пляжного красавчика. Закрутишь романчик. Вернешься здоровый, счастливый. Ты здесь сразу нормального мужика найдешь. Я его уже пять лет жду. И не могу его потерять. А если Славик узнает, что я натворила, он меня бросит. Да что ты такого сделала? Инга, да не бросит он тебя. Поунижает и простит. Ему нравится от тебя ноги вытирать. Это льстит его самолюбию. Он просто прется от этого. Замолчи. А ты из той породы баб, которым нравится у мужика в ногах валяться. Я тебе нотацию не читала, когда из тюрьмы вытаскивала. Я просто платила адвокатам и делала, что надо. Ну смотри, сестренка. Но меня в это дело не впутывай. И не звони Андрюсу в своего телефона. У меня есть левая сим-карта. Давай, давай, проваливай. Я гостя жду. Если он тебя увидит. Не напоминай. Знал бы, не подходил к этой Наде. А это уже сговор с целью убийства. Инга упомянула мужа Наде, Вячеслава. И не зря упомянула. Вон она идет. Видно, этого гостя Инга ждала. Останешься сегодня? Не могу. Вдруг Надька рано вернется. Я тебя не понимаю. Она тебя изменила. Она тебя бросила. Я вчера подумал, а вдруг ее... Действительно подставили. Ага. Любовник ее подоить решил. Она сбрыкнула. Или думаешь, я? Ну, нет. Ну, ты что? Слушай, Инга. Ну, золото. Ну, давай, давай не будем ссориться. Я с ней расстанусь. Только мирно. Ну, я же не могу остаться без бизнеса. Ну, я достаточно зарабатываю. У меня должно же быть какое-то свое мужское самоуважение. Дался тебе этот магазин с пекарней. Продай его, купи что-то другое. Начни новое дело. Ну, я понимаю. Понимаешь ли, проблемный мужчина. Не могу остаться со своей женой. Я тряпкой размазнял. Ой, Славик, прекрати. Ненавижу конфликты. Не люблю, когда люди ругаются. Да, скажи, что ты еще не ревнивый. Есть грех. Но это единственное, что меня доводит до бешенства. Знаешь что, давай закончим вот этот дурацкий разговор. Ладно, хорошо, закончим. Я больше ни слова не скажу. Ты пришел, мне хорошо. Ладно, ладно, я пойду. Когда все наладится, я позвоню. Хорошо. Прям собака на сене, а? И жену ревнует, и к любовнице не уходит. О, она звонит какой-то подруге. Хочет встретиться с ней в кафе «Белый мамонт» и напиться. У подруги тоже проблемы с мужчиной. Что будете делать? Ну что, продолжайте наблюдать за Ингой. Перешлите мне аудиофайлы разговора Инги и Гриши. А я к Андрею, пока он из города не смылся. Ну, спасибо, что дверь открыл. Вам не откроешь, так потом сразу с участковым прибежите. Послушайте, я ничего не знаю. И вообще я уезжаю. Да? И тебе уже сто тысяч не нужны? Какие сто тысяч? То есть ты уже не собираешься шантажировать своего друга Гришу, не хочешь выйти на его заказчик, а? Или тебе неинтересно, кто тебя собирается наркотой накачать, а потому что ты в парке сдох от передоза? Меня? Это за что? А, вот послушай. От Андрея избавиться хочу. Нифига себе. Я думал, ты ему подбросить хочешь. Инга, это же частяк, не разбодяжник. Это и хорошо. Мало ли стриптизеров по ночам в парке ширеются. Рукой. Алло. Алло, Андрей. Мне дали ваш телефон в клубе. Как вы смотрите на то, чтобы развлечься в приятной компании? Компания узкая, только я одна. Но я высоко ценю внимание. Алло. Это тот же голос, что и на вашей записи. Андрей, я вас не слышу. Хочешь проходить по делу, как свидетель? Давай, собирайся, по дороге все объясню. Понял. Привет, дорогая. Привет. Привет. Как ты? К своему пока не вернулась. А ты как, Мариша? Поссурились. Игорь Петрович, у меня сейчас шарики за ролики закатятся. Наша клиентка сидит с Ингой, называет ее Мариной при этом, и очень мило общается. Ну, понятно. Инга подружилась со своей соперницей Надеждой. Познакомились, возможно, в фитнес-клубе. Может быть, мне, не знаю, какой-то скандал устроить, отвлечь как-то ее. А то Инга еще поцепит ей что-нибудь стакан. Нет, меня подожди. Не лишай меня такого удовольствия. Вместе скандал устроим. Здравствуйте, Надежда. Как вы меня нашли? Это вы! Вы были со мной на фотографии, вы ко мне подходили. Я собственной персоной. Ну что, мадам, куда развлекаться поедем? К вам домой или в парк пойдем сразу? По Вене шагнемся? Я пошла. Останьтесь. Останьтесь, побеседуем. Ведь лучше здесь, чем в полиции, а? А у нее к вам много вопросов найдется, Инга. Да она Марина, мы с ней в бассейне занимаемся. Да, и Вячеслав об этом знает. Славик? Марина, ты кто? Я. Я его жена. Это я его жена? Нет. Ты богатая дура с квартирой, на которой он женился по расчету. А любит он меня. Меня. Почему не женился-то, если любит? У него квартиры своей не было, и у меня тоже. Потом я стала зарабатывать, на ноги встала, бизнес свой раскрутила. И тут ты забеременела. Да, и он не смог от тебя уйти, благородный. А потом был, выкидешь. Да, и снова он с тобой остался, жалел тебя. А я? Мне пора иметь своих детей, свою семью, своего мужчину. Слушай, а у вас все в порядке? Ты понимаешь, про что я? Да, разумеется, в порядке. Видимо, ты ему не подходишь. Значит, не подхожу, говоришь. Ну, ладно. Ничего, скоро и ты перестанешь подходить, когда он к тебе привыкнет. Угу. Поэтому Славик и не разводится. Пока есть любовница. Забавно. А меня отшила на мыло... Доткнись! Вы решили Славика подтолкнуть. Вот с Надеждой познакомились. На Андрея вышли через Гришу. А потом что-то пошло не так. И вы запутались. И других запутали. А Славику хорошо. А что, у нее семья есть. Бизнес есть. И запасная женщина имеется. Ну, любовница. Я не запасная. Я настоящая. Надя не простила Вячеслава и подала на развод. Первый канал и компания «Телеформат» представляют. Да я из-за тебя сгину тут. Загнусь совсем. Что-то не видно, что ты загибаешься-то особенно. В школе лучше всех одета. Я все даю тебе, что могу. Ну и потом. Ну какая из тебя актриса? Как ты собираешься жить в чужом городе? На что? Да еще в Москве. Сниму квартиру. Ты знаешь, сколько стоит жить в Москве? А еще снимать? Ну подумаешь. У тебя же свой ресторан. А точнее, он даже мой. Это мой ресторан пока что. Игорь Лукин приехал к своей давней приятельнице Оксане Грековой, владелице и шеф-повару ресторана здорового питания. Они с Оксаной собрались опробовать найденный Лукиным старинный рецепт капустной похлебки. Я пробила по рецепту. Можем начинать. Я переодеваюсь. Там опять она. Хочет жалобную книгу и вас. Вот черт. С утра приперлась. Я через минуту вернусь. Я полчаса назад заказала спаржу. Ее до сих пор нет. Спаржа, которую вы заказали, готовится 40 минут. Вам это прекрасно известно. Хотите жалобную книгу? Ее могут подать сейчас же. Это все? Нет, не все. Салат сухой. Чай. Мокрый? Светлана, я вас очень прошу, оставьте мой ресторан в покое. Вы уже пять инспекций на нас насылали. И санэпидемстанцию, и ветнодзор, и водоканал, и пожарных. Успокойтесь уже. Не оставлю. Понятно? Спаржа будет готова через пять минут. А все эти ваши инспекции, это пустая трата времени. Даже у пожарных на нас ничего нет. Ясно? У вас ничего не получится. А мне, кстати, тоже спаржу еще не принесли. Хотя я его заказал гораздо раньше. Ровно 40 минут назад. Вам сейчас же принесут ваш заказ. Надеюсь, вы туда мышчика не подсыплете. Ну, чтобы избавиться от моего присутствия в вашем ресторане. Я думаю, что вы меня так же не хотите видеть здесь каждый день, как эту даму. Это за четвертый столик. Через две минуты будет за седьмой. Хорошо. Оксана, это не мой столик. Его Семен обслуживает. Я знаю. Там дамы это. Я знаю. Извини. А я смотрю, Виталий к тебе нервонодушен. Да ты с ума сошел. Ладно, давай, что у нас по рецепту? Ну, что там по рецепту? Утка, шпик, лук, капуста. Кстати, в похлебку лучше класть свежую капусту. Во всех рецептах пишут квашеную, но это все неправильно. Свежую. И подавать с пирожками. Утку режем кубиками и отвариваем в литре воды. В сковородку со шпиком добавляем корень сельдерея, морковь. Все складываем в кастрюлю. Добавляем ошпаренную капусту, пряность. Варим полчаса. Ну, что такое случилось-то, Оксана? Ну, в чем дело, ну? Нет, ничего, ничего. Сейчас, подожди. Ой, Боже. Так, забудь. Слушай, ты ничего мне рассказать не хочешь, а? Давай лучше похлебку готовить. Ну, давай, давай. Я чем и занимаюсь. Семен! Заказ готов. Единственное, о чем я мечтаю, чтобы этих двоих ноги не было в моем ресторане. А эти двое, это кто? Неважно. Четвертым историку плохо. Ел спаржеву, а потом упал. Артем? Скорую, срочно. Он без сознания. У него сердце больное. Это мой бывший любовник. Да что ж такое-то, а? Ну, что вы стоите, скорую вызывайте. Милицию. Что ж такое-то, а? Похоже, они отравились, что ли. Не понимаю я это увлечение, Игорь Петрович, к кулинарией. По мне так лучше бутерброды с кефиром, и нет ничего. Да? А твой будущий муж тоже так думает? Да, слушаю. Ага. Хорошо, Игорь Петрович, понял. Выезжаю. Там в ресторане что-то случилось. Поеду к Игорю Петровичу. Почему увезли маму? Ее что, в чем-то подозревают? Нет, конечно, она ненавидела и Свету, и этого Артема. Но ведь она не могла, она ведь не виновна. Ты о чем говоришь? Этот Артем, он, он маленький бывший любовник. Он маму бросил, и она хотела ему отомстить. И обещала, что он постоянно в ресторан к нам ходит. Он каждый день тут столовался, но не скандалил. А это тетка Света, она мужа своего к матери ревнует. Маме всякие неприятности устраивала. Конечно, мама ненавидела и Свету, и этого Артема. Но ведь она не могла, она ведь не могла, ведь она не виновна, скажите. Ее отпустят. Пока еще ничего не ясно. Ну-ка, садитесь. Лукину позвонил следователь, прибывший на вызов в ресторан. Он сообщил, что оба пострадавшие были отравлены высокой дозой пестицидов группы ДДТ при определенных температурных условиях, не имеющих вкуса и запаха. Дело в том, что милиция задержала по подозрению в покушении на убийство мою старую приятельницу, Оксану Грекову. Дело в том, что у нее в ресторане вот здесь два человека отравились, ну и сейчас больница в тяжелом состоянии. Ну, а как они выживут? Ну, врачи говорят, что шансы высокие. Дело в том, что пестицидами островиться насмерть, ну, практически невозможно. Есть только в случае, когда они в агронизме накапливаются. В нашей ситуации просто в блюда была добавлена большая доза. Так вот это блюдо и готовила, и оформляла сама Оксану, понимаешь? Понимаю. А мы тут при чем? Да ты пойми. Если это действительно сделала она, то получается, что сделала она у меня на глазах. А если не она отравительница, значит, ее подставляют. Ну, хорошо. А эти двое, они случайные люди или... Да в том-то и дело, что и или. Как бы не случайные. Но все надо проверять. Поэтому ты получи копию записи с видеокамеры, он в зале стоит. А мне надо еще кое-какие визиты нанести, еще кое-что выяснить. Давай. Лукин дал задание помощнице узнать все возможное о потерпевших. А сам поехал в отделение, куда отвезли подозреваемую Оксану Грекову. Да я готов тебе поверить. Но ведь отравлены были именно эти два блюда. Спаржа неаполитанские. Ты же сама эти блюда готовила, сама оформляла. Официанты были разные. Спаси меня. Я никого не травила. Может быть, меня просто подставили. Давай. Рассказывай все по-честному. Светлана. Ну, она жена того мужчины, который за мной ухаживает. Просто ухаживает? Нет. Ну, мы несколько раз встречались. Ну, ничего серьезного. Боже, это просто как клин клином. Артем бросил меня. У нас очень плохие отношения. Вот отличный мотив для следствия. Да, да, да. Ты отомстила бывшему любовнику и пытаешься отравить жену настоящего. Я никого, никого не травила. Ну, кто тебя подставил? Зачем? У тебя что, враги есть, а? Эти конкуренты. Нет, ну, конкурентов у меня нет. Ты же сам знаешь, ресторан в городе здорового питания только у меня. Один. Враги только Светлана. Могла же она сама себя отравить. Или могла? Вот так, чтобы мне насолить. Разберемся. Ты знаешь, три дня назад я уволила Павлика Горина. И когда я его увольняла, он грозился мне отомстить. Павлик, почему у нас салат здоровья на 20 рублей дороже, чем по пресс-куранту? А наша фирменная рыба отварная вообще на 45. А что это за 10%? За обслуживание? И давно ты этим промышляешь? А что? С вами делиться надо было. Ты уволен. Мало того, ты ни в одном ресторане города больше работать не сможешь. Сейчас. Опикнешь, я тебе тут такое устрою. Мало не покажется. Ясно? Понимаешь, он очень давно уже в этом бизнесе, лет с 18 официантом работает. У меня есть его фото. Я на корпоративе фотографировала на мобильник. Мобильник забрали. А вот Виталик со мной уже 100 лет, я уже говорила. А Семен? Семен пришел в тот день, когда я Павлика уволила. А как он узнал о вакансии? Ты, Малыш, успокойся. Фотографию мы добудем. Ты вот что скажи, откуда у тебя в ресторане пестицид? Ну, какие пестициды? Это же на огороде, чтобы овощи и фрукты росли. У меня-то как... Ой. Ну что, что? Да нет, я просто подумала, как-то же... где-то же их покупают, не знаю, в магазине, в хозяйственном, там, где удобрения. У тебя в ресторане уже был обыск, пестициды не обнаружены. И в квартире у тебя пестицидов не нашли. Ну, как-то они попали в пищу. Ну, так ведь? Я не знаю. Игорь Лукин становится свидетелем попытки отравления сразу двух клиентов ресторана здорового питания. В пищу были подсыпаны пестициды. Под подозрением хозяйка ресторана, она же шеф-повар Оксана Грекова, старая приятельница Лукина. Детективы выясняют, что мотив подставить Оксану был у многих. Но не исключено, что она сама пошла на преступление. Пострадавшие, бросившие Оксану Артем Троев и Светлана Архипова, жена нынешнего любовника Оксаны. Федор осматривал видео с камер наблюдения в зале ресторана. Так, ладно. Посмотрим, что с едой Светы. Вот, Игорь Петрович, выяснил кое-что про потерпевших. Светлана Архипова не работает замужем, детей у нее нет. Ну, с ней все понятно. Артем? Артем – ресторанный критик, пишет статьи для многих крупных журналов. Холост? Пока мало ясности. С официантами еще раз поговорил. С Оксаной побеседовал. Непонятно, кто, когда и зачем мог отравить эти блюда. И что официанты? Официанты говорят, ничего не видели, ничего не слышали. Получается, только у Оксаны была возможность отравить это блюдо. И причем у меня на глазах. Федор сейчас осматривает запись камер наблюдения. Может, это внесет ясность. Ты вот что. Вот здесь вот фотография Павла Горина. Это официант, который уволит с сикандалом. Лукин дал задание своей помощнице проследить за уволенным официантом Павлом Гориным. Игорь Петрович, вам надо это посмотреть. Что там? Качество видео не очень хорошее, но видно, что и оба официанта, и оба пострадавших, и Артем, и Света имели возможность подсыпать яд в блюдо. Ну, пойдем, посмотрим. Наташа приехала к дому уволенного официанта Павла Горина. Вскоре Павел вышел из дома. Он явно кого-то поджидал. Слушай, тут такое дело. Короче, Оксане триндец. И у ресторана тоже. Виталий работает в ресторане уже 8 лет с момента открытия. А Семен пришел недавно. Причем устроился сразу после того, как уволили Павлика. Оксан еще даже не успел дать объявление о том, что вакансия освободилась. Ты улавливаешь? Пока не очень. Кто-то же Семену сказал, что место свободно. Уж не сам ли Павлик ему об этом сказал, а? Ты понимаешь? Угу. Вот зачем вы отправили Наташу следить за Павлом. Если они знакомы, мы об этом скоро узнаем. Это первая версия. А вторая версия Светлана. Она вполне могла отомстить любовнице своего мужа. Та баба, ну, которая жена любовника. И этот, по которому она сохнет. Оба упали. Там такое началось, короче. Так ей и надо, стерви этой Оксанке. Теперь ее кабак точно закроют. А это, слушай, так ты мне заплатишь? За что? Что ты сделал? Ну как, ну это, ну я же того. Ну, а раз того, то и до свидания. Постой, ну как же так? Я же по твоей наводке. И чё? А если узнают? И чё? А с меня-то какой спрос? Ты сам туда устроился. А больше никто ничего не знает. И стыкейша сам не растрепал. Лукин изучал пестициды группы ДДТ, которыми были отравлены клиенты ресторана. Игорь Петрович, я поговорил с соседями Светланы и ее мужем, любовником Оксаны. В общем, пока ничего нового. Выходит, что Артема и Свету ничего не связывает. И Светлана обожает мужа, ревнует его, как ненормально. Ну что ж, давай посмотрим, что у нас получается. Светлана бывает в этом ресторане часто. Запомнила, какое блюдо постоянно Артем заказывает. Ну и наверняка выяснила про его непростые отношения с Оксаной. Ну а что, вполне могла решить подставить Оксану. Отравить и себя, и Артема. Вы же сами сказали, что она узнала об отношениях Оксаны и Артема. Ну вот и решила отравить его до кучи. Проявила, так сказать, юношеский максимализм. Значит, круг подозреваемых как был, так и остался. Значит, у нас официанты, Павел, Светлана. Ничего не понятно. Что хотел отравитель? Убить Светлану и Артема? Или просто отравить посетителей? Ничего не понимаю. Игорь Петрович, а у нас, кажется, еще один подозреваемый. Газета «Сплетни» печатает ресторанную колонку. А у меня там работает приятель. Сейчас я ему позвоню, проверю. Игорь Петрович, я тут такое видела. В общем, сами смотрите. Ты мне обещал в папке, так ты мне заплатишь. Идиот. Да угомонись ты, блин. Мы с тобой как договаривались? Кассу на пополам, блин. Я тебе скажу, когда, что и как взять. Ну и поделим. Ты обещал мне деньги, вот и гони деньги. Мы с тобой эту дуру ограбить собирались, обворовать. Я хотел тебе за воровство заплатить. Я просто хотел ей отомстить. А ты трусанул из-за того, что кто-то там траванулся. Ты их травил. Нет. И я нет. Сам понимаешь. И что? Если узнаешь, что я хотел кассу вылезти, ну по нашему с того плану, что я там останусь после хорошей выручки или банкета. Ну кретин, блин. Отходы узнают-то. Если ты только сам скажешь. Слушай, хорош, уже отпусти. Давай нормально поговорим. Да, Семен и его друг. Да, они замышляли месть. Но другую они хотели банально обворовать Оксану. Ну понятно. Хоть на одного человека меньше. Это уже легче. А то у нас подозреваемые плодятся, как кролики. Понятно. Хорошо, спасибо. Давай. Мой приятель подтвердил эту информацию. Значит, Артем заинтересован в закрытии ресторана Оксаны. Потому что он сотрудничает с западными инвесторами, которые продвигают на наш рынок все эти рестораны здорового питания. Так что он однозначно новый подозреваемый. И, видя отношения Оксаны и Светланы, он мог решить подставить Оксану, отравить себя и Свету. Потому что ему выгодно закрыть ресторан Оксаны. Это его единственные конкуренты. Да, ну дела. Вообще непонятно, куда нам дальше двигаться. Вот что. Езжать-ка вы по домам. А я наведаюсь в ресторан. Надо кое-что выяснить. Наташа, собери мне походную лабораторию. Так ресторан же уже закрыт. Ну, его просто осмотрели, но не опечатали. А ключ у меня есть, Оксана дала. Можно тогда я с вами. Лукину позвонили из больницы, где находились пострадавшие Светлана и Артем. Светлана и Артем пришли в себя. Они ничего не понимают. Следователь их уже допросил. Так что нормированный день на сегодня отменяется. Наташа, отправляйся в больницу, установи в палатах камеры и просмотри за пострадавшими. А мы с тобой в ресторан. Игорь Петрович и Федор приехали в ресторан, заехав по дороге в магазин товаров для сада и огорода. Так что вы все-таки задумали, Игорь Петрович? Хочу провести следственный эксперимент. В каком смысле? В прямом. Хочу выяснить, как пестицид попал в блюдо. Где именно в ресторане? При какой температуре? Откуда он вообще взялся? Понимаешь, эксперты выяснили, что это пестицид группы ДДТ. Я кое-что о нем почитал. Так вот, оказывается, что резкий запах и вкус пестицид теряет. Если его добавить в блюдо при температуре от 55 до 60 градусов, но действие яда сохраняется. А если добавить при температуре выше 60 градусов, то и действие токсин исчезает. Так вы из-за этой отравы заезжали в магазин для дачников. Молодец, что догадался. Ладно, хватит. Давай, доставай, что мы там купили. Спаржу, сливки и лук. Во! А Артем Троев здесь? По заданию Лукина Наташа приехала в больницу. Мне с вами... с тобой поговорить надо. Мы вроде как вместе пострадали. Да уж. Ко мне следователь приходил. Ко мне тоже? Ну и что? Да странно, как все это. Я Оксанку хорошо знаю. Гадина. Отравительница. Да нет, ты не могла на этого сделать? Конечно, могла. Разом одна с собой хотела избавиться. Давай разберемся. Детектив Игорь Лукин становится свидетелем попытки отравления сразу двух клиентов ресторана здорового питания. В пищу были подсыпаны пестициды. Под подозрением хозяйка ресторана, она же шеф-повар Оксана Грекова. Оксана могла пойти на преступление, чтобы отомстить своему бывшему сожителю Артему Троеву, а также жене нынешнего любовника Светлане Архиповой, которые изводили ее своими посещениями ресторана. В то же время пострадавшие могли и сами себя отравить, чтобы подставить Оксану. Детективы проводили следственный эксперимент. Давай, Химич. В горячем блюде пестициды сразу теряют свои свойства. А я тебе о чем говорил? Мы же не проверяем учебник химии. Значит, допустим, Оксана поставила блюдо сюда для охлаждения перед подачей на стол. Так, а я, допустим, официант. Я взял это блюдо и понес. И где-то по дороге подсыпал яд. Давай все будем делать постепенно. То есть постоянно замеряй температуру и все делай пошагово. Ой, как бахнет. А без пестицидов у нас ничего нет? Я бы не отказался. Работай. Стой. Иди. Давай откровенно, раз мы с тобой в одной лодке оказались. Я так понимаю, Оксанка твоим мужем меня заменила. Вот ты и ходишь к ней каждый день, нервы мотаешь. Я тебя каждый день там вижу. Ну, а ты ее бросил, да? Ну, в какой-то мере ты права. Официанты рассказали. Про вас с Оксанкой? Ну, скажем, это было несложно узнать. И я уверена, что это именно она нас отравила. Не уверен. И вовсе не выгодно было так поступать. Зачем не совершать форменное самоубийство? Травить тебя и меня. Скажем так, людей, с которыми она находится в ссоре. Это же профессиональное самоубийство. Да и потом, если на чистоту, то это было выгоднее тебе и мне, а не Оксане. Погоди, ты... Ты хочешь сказать, что я сама себе яд подсыпала? И тебе до кучи. Ну, или я, или ты все-таки. Рехнулся, да? Так это ты. Да я бы скорее убила ее, чем самой травиться. И потом, чего мне тебя-то травить? И не я. Знаешь, а я не хотел бы все-таки, чтобы ресторан разорился. Оксанка все-таки для меня не чужой человек. Да и готовит она вкусно. Значит, температура блюда 55-60 градусов сохраняется в течение 40 секунд. Получается, яд был добавлен в момент, когда блюдо несли с кухни в зал. Значит, Оксана не могла подсыпать туда траву? Она из кухни не выходила? И Артем со Светланой вряд ли могли бы это сделать. Не было у них такой возможности. А в коридоре камер наблюдения нет. Значит, могли это сделать? Официанты. Но Семен не травил еду, значит, это... Секунду. Наташа позвонила Лукину и отчиталась о том, что ей удалось узнать. Понятно, это только подтверждает наше с Федором предположение. Ну, все, на сегодня свободно. Артем и Светлана точно не были отравителями. Ну, значит, второй официант. Виталий. Виталий здесь работает с момента открытия. Ну, ладно, завтра этим займетесь. Установите наблюдение, будете выяснять мотивы. А я заеду к клиентке, пока ее не отпускают вот подписку о невыезде. Так что начинайте без меня. Мне еще надо к нотариусу заглянуть. Привет. А я думала... Что, здесь никого нет? Ну, извините, что напугали. Да мне, в общем-то, все равно. Я за учебником. Зашла. А вы? Что? Мы пытаемся вашу маму спасти. Спасибо вам большое за то, что вы пытаетесь. Если еще можно ее спасти, то... То? А я решил. Решил. Наверное, забыли что-нибудь? На следующий день Лукин снова договорился со следователем о встрече с клиенткой здесь. Мы обещали выпустить под подписку о невыезде. Или предъявить обвинение. Ты что-нибудь узнал? Главное, что я узнал, это то, что ты невиновна. Ну, почему же меня здесь держат? Почему они меня не выпускают? Ты мне вот что скажи. У вас Виталик-то давно работает? Да, с самого открытия. Не конфликтовали вы с ним? Да нет, ну ты же сам видел, он неравнодушен ко мне. Вот с Иридой там... Он считает, что она избалованная девочка. И ставит ее на место. А она что, действительно избалованная? Да нет, она хорошая девочка. Просто вбила себе в голову, что нужно ехать поступать театрально. Я, конечно, ее не пускаю. Хотя последнее время занялась агрономией. Я видела в компьютере у нее статьи про... Это было школьное задание. Да-да, конечно, конечно. Потерпи, скоро все уже разрешится. Ты мне вот что скажи. У тебя в ресторане где-нибудь есть такое тайное место-то яичок какой-то? Да, там на случай налогов. Я так и думал. Не, меня это не интересует. Мне главное, есть он или нет? Есть, есть, за щитком там пожарным, помнишь. Но кроме меня и дочки, никто о нем не знает. Ну и Виталька. Федор и Наташа весь день наблюдали за вторым официантом Виталием Котовым. Игорь Петрович, мы пробили Виталия со всех сторон, на него ничего нет. Да и от этой ситуации ему выгода никакой, одни убытки. Ведь если ресторан закроют, он лишится работы. Ну короче, он весь день просидел дома, а сейчас зачем-то пошел в этот ресторан. Ну я не удивлен совсем. Да? Я не понимаю зачем, что нам нужно делать? Будьте на месте. Я скоро буду, без меня очень предпонимаете. Хорошо, как скажете. Солнце что-то ярко светит, Илья Кириллович. Ну ладно. Ирида только что вошла в ресторан. Что происходит? Я потом все объясню. Будьте здесь, ждите меня. Ну и что вы здесь делаете? Похоже то же, что и вы. Тихо. Алло, Максим Иванович? Здравствуйте. Вы ведете следствие по делу моей мамы? Максим Иванович, я уверена, мама не виновна. Но мне есть что вам рассказать. Я кое-что вспомнила. Можно я к вам подъеду? Да? Спасибо. Спасибо большое. Кто мы стоим-то? Оксана, спасать нужно-то. Подождите. Подождите. Я как раз сделаю все, чтобы спасти Оксану. Алло, это я. Там сейчас девушка выйдет. Задержите ее. Да, где-то рядом милиция должна быть. Да что вы делаете-то? Оксана не должна узнать, что это ее дочь. Ах, вот в чем дело. Тогда что вы собирались предпринять? Сказать, что отравитель это я. Я хотел встретиться с Иридой, взять у нее пакетик с пестицидами, ну и договориться обо всем. Ирина, а что вы здесь делаете, а? Это мой ресторан. Это запрещено незаконно. И вообще я иду в милицию. А кто вы такой? А милиция уже здесь, вас ждет. Вот, пожалуйста. Пожалуйста. Я люблю Оксану. Ты сразу понял, что во всем виновата эта маленькая дрянь Ирида. Что она хочет подставить свою мать, чтобы уехать в Москву, в театральный поступать. Но вы-то как хотели взять вину на себя. Я сразу проверил тайник, но яд там не оказался. То ли она побоялась его заранее положить, то ли думала, что Оксана найдет. Вот, если она так хотела подставить мать, она должна была положить яд в тайник. Тогда я стал караулить. И вчера она попыталась это сделать. Да, только мы ей помешали, когда проводили свой следственный эксперимент. Сегодня она подбросила яд и сообщила следователям. Давайте я возьму всю вину на себя, а? Да не выйдет у вас ничего. Понимаете ли, я уже следователю сказал о своих предположениях. К тому же все, что здесь происходило, было записано. Понимаете ли? Да поймите вы, Оксана уж давно догадывается, что травительница ее дочь. Ну, чертка бери-то, а? Она уже не первый раз пытается Оксану подставить. Виталий, вы совсем забегались уже. А давайте я вам помогу, я сама обслужу столик, ладно? Ах ты маленькая дрянь, а? Думаешь, я не знаю, что ты задумала? Я с тобой давно слежу. Слышь, ты халдей, не лезь и в свое дело. Ты понял меня? Ты знаешь, что я матери скажу? Что ты меня изнасиловал, понял? Она тебе не поверит. У меня просто времени бы не хватило. Да ты знаешь, кому мать поверит? Мать мне поверит. Ты хочешь это проверить, да? Почему про этот случай вы мне сразу не сказали, а? Не знал? Можно ли вам доверять? Вы же могли мне не поверить. Ну, представьте, расскажи я вам о том, что Рида все это сделала. Рида что-нибудь еще предпримет. Не знаю, обвинит меня в том, что я приставал к ней. Пусть уж отравителем я буду. Может, получится? Что это? Все ваши действия записаны на камеру. Это вы пытались подставить свою мать Оксану. И вам это почти удалось. Это она. Она отравила. Я принесла яда, она отравила. И Светлану, и Артема. При обыске в вашей квартире яда этой группы не было обнаружено. Я думаю, яд вы с собой носили. Купили в магазине, положили в рюкзак. А в вашем компьютере осталась информация о пестицидах, которую ваша мать ошибочно приняла за ваше увлечение агрономией. Она эгоистка. У меня таланта, она меня в Москву не отпускала. И поэтому вы решили от нее избавиться? Правильно, а яд вы подсыпали в коридоре. Где нет камер наблюдения, вы прекрасно об этом знаете. Это ты тому мужику противному? Ага. Как вкусно пахнет. Извини, но мне надо бежать. Вилка упала. На ваше присутствие в ресторане никто внимания не обращал. Ну как же, дочь хозяйки. Да идите вы, вы ничего не докажете. Докажем. Все правильно рассчитали, а? Использовать яд не смертельный. Когда потерпевшие придут в себя, они дают показания против вашей матери. Расскажет о плохих отношениях. Очень тонкий расчет. Мать все возьмет на себя. Понятно вам? Гадина! В отношении Риды было возбуждено уголовное дело. Оксана пыталась спасти дочь. Однако вина и Риды была доказана. Оксана добивается смягчения приговора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова